Здравствуйте, друзья! Lexus показал всему миру свой абсолютно новый суперкар. Новинка получила имя LFR и является духовным наследником Lexus LFA. Новый суперкар обещает стать настоящей сенсацией в автомобильном мире из-за своих сумасшедших характеристик даже по меркам других брендов. Изначально модель разрабатывалась как замена гоночному Lexus RCF GT3, но потом правила изменились и Lexus пришлось строить амалогированную версию для дорог общего пользования. И для нас с вами это настоящий подарок судьбы. Проектирование автомобиля началось с концепта GR GT3, который был впервые показан в 2022 году. Этот концепт стал настоящей лабораторией для разработки новых технологий, которые затем были внедрены в LFR. Например, использование карбона в конструкции кузова позволило значительно уменьшить вес автомобиля и повысить его управляемость на высоких скоростях. В основе нового LFR лежит гибридная силовая установка, сердцем которой является 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, разработанный Toyota. Да, друзья, Toyota умеет строить большие моторы, и это абсолютно новый двигатель. В сочетании с электромотором вся эта система выдает мощность в 800 лошадиных сил, что делает LFR самым мощным дорожным суперкаром, созданным Lexus. Интересно то, что японцы не отказываются от традиционного ДВС, но при этом и не брезгуют активно продвигать гибридные технологии. К чему это я? А к тому, что в LFR будет интегрирована система KERS, позаимствованная из мира Формулы-1. Что это такое? Это настоящий прорыв. KERS расшифровывается как Kinetic Energy Recovery System. Это система, используемая в болидах Формулы-1 для рекуперации энергии, которая обычно теряется при торможении. В обычных условиях, когда автомобиль замедляется, кинетическая энергия при торможении преобразуется в тепло и теряется. KERS позволяет сохранить эту энергию, преобразовав ее в электричество, и после чего хранить ее в батарее. Затем накопленное электричество может быть использовано для увеличения мощности мотора, предоставляя автомобилю кратковременный рост скорости, что особенно полезно при обгонах и старте. Сама система состоит из электромотора-генератора. Во время торможения он работает как генератор, преобразуя кинетическую энергию в электрическую. При активации KERS он работает как электромотор, отдавая накопленную энергию обратно в систему и увеличивая мощность всей системы. Вторым элементом системы является батарея, и третьим элементом выступает управляющая электроника. Она управляет процессом зарядки и разрядки системы, а также распределением энергии между различными системами автомобиля. Точно такая же система будет использоваться и в новом LFR. В среднем такая система может повысить кратковременно мощность силовой установки в пределах 100 лошадиных сил. То есть на выходе LFR в пике сможет выдать почти 900 сил и более чем 1300 ньютон-метров крутящего момента. С технологией KERS суперкар сможет легко разгоняться до первой сотни за 2,4 секунды. И это очень круто. А что у новинки с внешностью? Дизайн нового суперкара также заслуживает внимания. Внешний вид LFR вдохновлен концептом Electrified Sports. Я не просто так вставил его в это видео. Именно этот концепт демонстрировал будущее направление развития бренда. Аэродинамические линии, агрессивные формы и фирменные элементы дизайна Lexus сочетаются с современными решениями, такими как активные аэродинамические элементы и легкосплавные колесные диски. Интерьер LFR станет воплощением роскоши и современных технологий. Здесь будут использоваться только самые высококачественные материалы, такие как кожа, алюминий и карбон. В салоне будет установлена современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, а также инновационная система безопасности и помощи водителю, которые превратят поездку на этом автомобиле в настоящее удовольствие. Lexus LFR, как и его предшественник LFA, выйдет ограниченным тиражом, что делает его еще более желанным для коллекционеров и любителей скорости. С учетом всех инноваций и технологий, которые были внедрены в эту модель, она обещает стать достойным конкурентом для гибридного Mercedes-AMG GT и даже Lamborghini. Главное, чтобы Lexus не обжегся с этой моделью, как это было в свое время с LFA, и не выставил заоблачный ценник. Напомню, что у Lexus LFA основными проблемами стала высокая стоимость производства, которая привела к значительной цене на автомобиль на фоне конкурентов, ну и, конечно же, ограниченный тираж в 500 экземпляров. Эти факторы привели к тому, что автомобиль не пользовался массовым спросом, несмотря на высокие отзывы критиков. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет гладко. Мазда все-таки вернет нам с вами Мазда 6. Только теперь автомобиль будет называться EZ6. Сейчас все пояснем. Помните, как в Мазда в Китае презентовала новенький электрический седан EZ6, который является идейным наследником Мазда 6? Так вот, Мазда объявила, что новинка станет глобальной моделью и будет доступна по всему миру. Вот так сюрприз. Хоть автомобиль визуально и является полностью созданным продуктом от Мазда, технически это не так. Одной из ключевых особенностей нового седана является его платформа DePaul SL03, созданная в партнерстве с китайским автопроизводителем Чанган. Это сотрудничество позволило Мазда предложить не просто новый автомобиль, а машину с расширенными возможностями. Сейчас все поясню. Новая Мазда EZ6 доступна в двух заднеприводных версиях. В первом случае вы получаете полностью электрический автомобиль с одним электромотором мощностью в 258 сил и батареей на 66,8 киловатт-часов, а его запас хода достигает 600 километров. Но есть и второй вариант, и он куда более интересен. В этом случае вы получаете гибридную силовую установку мощностью в 218 сил. Она состоит из полуторалитрового бензинового мотора на 95 сил, выполняющего роль генератора для подзарядки батареи. А та, в свою очередь, питает один электромотор на задней оси. На электротяге и бензине такая версия может проехать тысячу километров пути. Этот показатель ставит EZ6 в один ряд с лучшими представителями сегмента и делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит как экологичность, так и автономность своих поездок. Что касаемо дизайна, Мазда всегда уделяла особое внимание внешнему виду своих автомобилей, и EZ6 не стал исключением, так что автомобиль получил динамичный и элегантный облик. Так что, друзья мои, кто хотел себе приобрести новую Мазда 6, скоро сможет это сделать. Что ж, друзья, на этой веселой ноте я завершаю выпуск. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что вам было интересно и напоминаю, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok